Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, это продолжение видео о том, как мой муж ухаживал за мной, как мы с ним познакомились. Напомню, что наш роман развивался стремительно, мы познакомились, через полгода мой муж предложил выйти мне за него замуж. Я расскажу вам сегодня в этом видео, какие же подарки дарил мне мой муж. И следующее видео, которое я выпущу в рамках вот этой серии о себе, потому что мы все в карантине, нам не о чем снимать, возможно, вам не о чем смотреть, потому что блогерам не о чем снимать. Я расскажу, а как же мой муж проверял меня. Это тоже очень интересная сторона наших с ним отношений, потому что я получила уже от многих комментариев, что он не должен, мужчина, проверять женщину, что это выдает в нем некого манипулятора. С этим я могла бы даже согласиться, но тем не менее мой опыт, он показывает, что, в общем-то, 17 лет мы живем достаточно счастливо в нашем браке. Итак, о подарках. Сразу хочу сказать, что когда я встретила своего мужа, я вышла из очень долгих отношений, со своим ровесником. Мы должны были, наверное, даже пожениться, но самое главное в контексте этого видео знать, что он был мой ровесник. Это значит, что я не была приучена к каким-то подаркам, которые традиционно, возможно, получают женщины от мужчины, которые за ней ухаживают. Мы были оба студентами, и, соответственно, как правило, на 8 марта, на свой день рождения, на Новый год, я получала подарки сувенирного характера, что считаю очень-очень правильным, потому что, если ты не зарабатываешь денег, деньги, то ты берешь их у родителей, соответственно, такие подарки ты можешь дарить своей возлюбленной. В роли возлюбленной была я. И когда я рассталась, прошло какое-то время, и я стала встречаться со своим мужем, я могу сказать, что я была девочкой, я была очень наивной, поэтому можно сказать, что я была девочкой, очень и очень не избалованной подарками от мужчин. Какие-то украшения, кольца, браслеты, сережки. Мне, конечно, хотелось все это получать, но в своей жизни я никогда этого не получала. И первый подарок, который подарил мне мой муж, я до сих пор ему говорю, что он подарил мне хорошее зрение, потому что, когда мы с ним встретились, я рассказывала, я очень плохо видела, и потом я стала все чаще и чаще использовать линзы. Это было связано с тем, что, во-первых, я ленилась их снимать, контактные линзы, то есть я не носила очки. Плюс, опять же, мы стали куда-то выходить, стали встречаться в спортзале, и в спортзале стала носить линзы. Не могу сказать, потому что я понимала, что какой-то роман наклевывается. Нет, не поэтому, а просто я ленивась, я в этих линзах занималась, я ходила в них в сауну, я ходила в бассейн. Кто носит линзы, знает, что это запрещено. По крайней мере, с линзами того поколения, которые я использовала. Это обернулось тем, что в итоге у меня очень сильно воспалились глаза. Мне даже поставили какой-то диагноз, и сказали, что все очень-очень серьезно. Объяснили, что поверхность глаза как будто бы перфорированная, вся в дырочках. Я очень сильно испугалась, что я ослепну. Но на тот момент, когда я пошла к доктору, я действительно не могла читать с белого листа. Мне приходилось затемнять лист, оставить книгу рядом с собой, чтобы лист не был белым, потому что я вообще не могла смотреть на яркий свет, я не могла ходить без темных очков. Но самое интересное, что при подготовке даже к экзаменам, на который я выходила в государственный экзамен, я не могла читать с белого листа, это было критично. И мой будущий муж сказал, что он не хочет, чтобы я так страдала. И мы поехали с ним, он сказал сегодня, а даже мы с ним встретились, он сказал сегодня, я сделаю тебе очень классный подарок, если ты позволишь. И мы поехали, если я не ошибаюсь, магазин назывался «Интероптика». Он находился где-то на юго-западе, сейчас даже я не вспомню, и проспект, улицу тоже не назову. Но это очень известный магазин, который меня впечатлил тем, что зимой там продавались новогодние очень красивые игрушки и елки искусственные, тогда это была редкость в Москве. Но самое интересное, я этот магазин помню также потому, что там потом уже в роли жены, своего будущего мужа, я купила несколько парочков Gucci, как сейчас помню. И потом у меня были очень и очень сильные подозрения, что эти очки были контрафактными. Но это совсем другая история. Соответственно, мы приезжаем в этот магазин, и выбираем очки. И меня очень поразило, что я никак не была вообще лимитирована в бюджете, но, повторюсь, девочка, я была очень скромная, я отказывалась от основного блюда, заказывала только два десерта, хотя я любила поесть, я могла бы основное блюдо и два-три десерта съесть. Вот так же с очками. Я всегда, то есть я прежде чем примерить, смотрела на цену, прежде чем на что-то вообще посмотреть и сказать, да, вот это можно примерить, я смотрела на цену. И в итоге мы выбираем очки. Я до сих пор их помню. Это фирма Силуэт. Я не знаю, произвожу правильно или нет. Они на самом деле невесомые титановые очки, не дешевые, но кто знает, кто носит очнячки, знает, как важно, чтобы очки были легкими, как важно, чтобы они подходили. И в итоге я получаю действительно в своей жизни не просто вот такой первый очень дорогой подарок от мужчины, но и вот такого интересного характера. И меня это очень сильно поразило, потому что я поняла, что мужчина прежде всего позаботился о моем здоровье, о моем комфорте. То есть он мог подарить мне все, что угодно на эти деньги, потому что очки Силуэт, кто знает эту марку, они действительно не дешевые. То есть можно было меня сразить на повал на эти деньги какими-нибудь сережками, каким-нибудь украшением, не знаю, какой-нибудь парой нижнего белья с намеком на будущее, отношения более близкие. Но тем не менее, мой будущий муж подарил мне очки для зрения. И история эта имела продолжение в том плане, что он сразу стал настаивать на том, чтобы записать меня в клинику, там у него были знакомства, где мне бы смогли, но если уж не сделать лазерную коррекцию зрения, он сразу предложил оплатить мне эту операцию, то хотя бы проконсультировать, потому что я, конечно же, как любой человек, который сталкивался с лазерной коррекцией зрения, очень боялась эту операцию делать. Здесь в двух словах скажу, что ничего страшного нет, эта операция абсолютно безболезненная. Единственное, что на тот момент, когда я делала операцию, говорилось о том, что через три дня ты возвращаешься к нормальной жизни. Это не совсем так, потому что глаза все-таки болят, побаливают, очень сильно сохнут, соответственно, вот какие-нибудь пять дней, а то и недели необходимы для восстановления. Но ни о какой страшной боли не идет речи, ни о каких неприятных ощущениях в момент операции. И могу сказать, что у меня сразу на консультации, когда я спросила, и на мой взгляд, это очень распространенный миф, о природах, есть ли риск, что что-то там порвется, лопнет в твоих глазах, и все вернется на круги своя, и будет хуже. Я знаю, что очень многие с этой теорией сталкивались, и я сама тоже была наслышана, но мне уже тогда сказали, нет ничего такого, нет никаких противопоказаний к естественным родам, либо к неестественным родам. И могу сказать, что троих детей я родила путем естественных родов, соответственно, зрение, как было при операции, так оно и не, скажем так, не сделалось хуже. Но я знаю так, что совершенно нормально, какая-то коррекция в течение жизни, зрение может чуть-чуть улучшиться относительно того, что тебе сделали, заложившись на маленький, маленький все-таки минус, либо чуть-чуть ухудшится. Это совершенно нормально, и врачи объясняют, почему это может происходить. Соответственно, вот такой необычный подарок я получила от своего мужа в качестве первого подарка. Вообще, мой муж, нужно отдать его должное, был всегда очень-очень склонен к каким-то романтическим шагам, к подаркам, которые имели бы какой-то смысл, какой-то подтекст, повторюсь, не просто подарок-подарок. Но каждый раз, признаюсь, когда я получала подарок от своего мужа, я не могла не оценить его стоимость, гипотетическую хотя бы, но тем не менее. И всегда-всегда я переводила, что называется, счетчик на сколько количества платьев, красивых платьев, либо одежды я могла купить. И так происходит до сих пор. Именно поэтому мой муж не дарит мне букеты цветов, потому что я считаю, и рассказывала тоже эту историю, что лучше подарить цветы на шелковом платке, они будут с тобой всю твою жизнь, чем за ту же стоимость букет. Когда мы еще жили в России, цветы стоили очень-очень дорого. Какой-то серьезный красивый букет стоил, ну, на самом деле, как красивый шелковый платок. Я тоже рассказывала эту историю, как однажды я предложила своему мужу не дарить мне больше срезанные цветы, а дарить их на платках. И, соответственно, таким образом я и собрала свою коллекцию шелковых платков. На самом деле, я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что девушка была всегда очень-очень рациональная. И даже, в общем-то, с первых дней нашего общения и нашего уже совместного проживания я себя таковой проявила. Потому что, когда мой муж предложил мне выйти замуж, он подарил мне кольцо. Он, наверное, самый интересный сюрприз дождал моего мужа, когда он предложил мне выйти замуж. Он предложил мне выйти замуж, и в подарок я получила обручальное кольцо. И мой муж поступил так, как поступают, наверное, в Европе, в Америке. Ну, наверное, везде принято дарить обручальное кольцо, а на свадьбу еще одно кольцо получают оба супруга. Как правило, они одинаковые, либо выполненные в каком-то едином дизайне. Так вот, мой муж, он предложил, точнее, предложил мне руку и сердце и подарил мне кольцо. И когда я это кольцо получила, это было очень красиво, кольцо Тиффани, но я посмотрела на бриллиантик и, в общем-то, захотелось мне побольше. Я прямо-таки, ну, не знаю, почему я ожидала бриллиант побольше. Несмотря на то, что, повторюсь, я была девушкой, совершенно не избалованной в плане вот таких подарков, тем более украшений, подарков в качестве украшений. И я, в общем-то, набралась наглости у будущего своего мужа, попросила обменять кольцо и, в общем-то, приобрести кольцо с камешком побольше. И, нужно сказать, отдать должное моему мужу, он согласился. И, в общем-то, без проблем, мы кольцо обменяли. Также, учитывая тот, в общем-то, не очень важный факт, что кольцо, все-таки, которое он подарил, было слегка мне большевато. Мы обменяли, соответственно, на размер поменьше, с камушком чуть-чуть побольше. И продолжая эту историю с романтическими подарками и с моей, вот на самом деле, наверное, то ли меркантильностью, то ли излишней рациональностью, в нашей семье есть случаи, о котором знают даже наши дети, потому что, в этом знают даже мои подруги, потому что, на самом деле, этот случай в итоге очень сильно рассмешил нас обоих, мы помним о нем до сих пор. То ли на 8 марта, то ли на 14 февраля мой муж сделал мне подарок. До этого я намекала ему, что что-то мне там понравилось, то ли какая-то кофточка в ЦУМе, то ли какое-то платьице в ЦУМе, то ли какой-то пиджачок, жакетик и так далее. Я несколько раз спросила мужа, понял ли он, где находится тот отдел, где я себя присмотрела, понял ли он, что это за вещь, потому что, возможно, мы с ним даже съездили, посмотрели, присмотрели, и я ему показала. Убедившись, что мой муж понял, убедившись, что мой муж знает, что мне эта вещь очень нравится и очень желанна, я с нетерпением ждала то ли 8 марта, то ли 14 февраля, к которым... Это праздники, к которым я сейчас вообще не отношусь серьезно и не жду подарка. И вот каково было мое удивление, когда мой муж выходит с пакетом размера, который, ну, совершенно не предвещал той вещи, которую я ждала. Это был небольшой пакет. Каково было мое удивление, когда из этого пакета он достал зайца. Вы не поверите, зайца. Я думала, что я уже вышла из возраста и статуса человека, которому дарят плюшевые, либо не плюшевые игрушки на какой-то праздник. Но мой муж достал мне зайца. Когда он увидел мое удивление, когда он увидел мое разочарование, как потом он даже рассказывал, он слегка обиделся, он опешил, потому что, ну, на моем лице было, в общем-то, были написаны эмоции, которые я испытывала. Он сказал, ты знаешь, это заяц ручной работы. Ты знаешь, сказал мне, это заяц, который делает, который изготавливает подобных зайцев жена Ермольника. Наверное, в этот момент я должна была просто почувствовать себя самой счастливой женщиной на свете от того, что мне достался не просто заяц, а сделанный руками жены Ермольника. Но я тут же, тут же, по, в общем-то, своей традиции представила, сколько этот заяц стоил. Я взяла этого зайца, посмотрела на него, до сих пор помню, это был вот какой-то такой комок, слепленный, возможно, из фетра. И до сих пор помню, у него были маленькие ножки, валеночки такие пришитые. Я всегда потом говорила, что эти атрофированные ноги поразили меня до глубины души. Когда, в общем-то, эти ноги я увидела и рассмотрела, я сказала своему мужу, знаешь, что-то мне так грустно, я сейчас пойду, поплачу. Я ушла в ванную комнату, ну и действительно переживала там свою обиду от того, что я ожидала другого, от того, что я не получила то, что я хотела. Но самое главное, от того, что наши уже семейные деньги были потрачены на этого зайца ручной работы. Я просидела там 15 минут, 20 минут, не выходя, заходит мой муж, и тут я на самом деле разрыдалась. В этот момент позвонила моя мама, и, в общем-то, она услышала, что я плачу. Сквозь слезы я стала ей объяснять, что мой муж подарил мне зайца. Никто не понял моих слез, потом позвонила моя подруга, и в этот момент тоже она услышала, как я, рыдая, и сквозь смех, сквозь слезы объясняла мне, что мой муж подарил мне зайца. На самом деле, эту историю знают очень многие в нашей семье, знают мои близкие подруги, и мой муж до сих пор помнит, когда он увидел, насколько искренне я расстроилась, он, в общем-то, простил мне то, что я не оценила его романтический шаг, и до сих пор он говорит, как он выбирал этого зайца, рассказывает, как он готовился, как он искал необычный подарок мне то ли на 8 марта, то ли на День всех влюбленных, и, в общем-то, когда он получил такую реакцию, но, тем не менее, когда он все-таки увидел, насколько искренне я была в своем расстройстве, мы на самом деле просто сейчас эту историю очень часто вспоминаем, эту историю, на самом деле, знают мои дети, этот заяц был перевезен из Москвы сюда в Италию, и потом я с радостью от него избавилась. Как я люблю говорить в своих видео о минимализме, я расслабилась. Ну что ж, дорогие зрители, вот такими были мои подарки, первые подарки в моей семейной жизни и несемейной, также от моего мужа, а также от моего будущего мужа, от человека, который впоследствии стал моим мужем. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скорцова, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова